Женщины, которые придерживались очень здорового рациона, добились впечатляющего снижения смертности от рака на 75%. Сейчас я озвучу выжимку из данных исследований, а ссылки на источники – на экране. Что особенного было в их питании? Они получали необычно высокое количество флавоноидов. Эти женщины жили в Австралии и их основными источниками флавоноидов были продукты, которые чаще всего употребляют в пищу. Это значит, что практически любой человек может добиться таких же удивительных результатов, следуя подобной диете. Флавоноиды – ключевые противораковые соединения в нашем рационе. Что же такое флавоноиды? Это природные соединения, создаваемые растениями в листьях, плодах, семенах, стеблях. Флавоноиды являются мощными антиоксидантами, но их роль в организме человека далеко выходит за рамки нейтрализации свободных радикалов. Они могут укрепить иммунитет, улучшить работу мозга и замедлять процесс затвердевания артерий. Но самая важная функция – это способность подавлять и даже уничтожать раковые клетки. Эта способность наблюдалась в сотнях лабораторных исследований, а также в многочисленных клинических исследованиях, которые связывали потребление флавоноидов с пониженным риском рака. Флавоноиды содержатся в низких концентрациях во многих обычных продуктах, но лишь несколько суперисточников содержат достаточно высокие количества, чтобы оказать влияние на здоровье. Примеры таких продуктов – чай, катехины, яблоки и лук, кверцетин, бобы и орехи, проантоцианидины, ягоды, антоцианы и шпинат, кемферол. Ключевой вопрос, который должен задать себе каждый – получаю ли я достаточно флавоноидов, чтобы это имело значение для моего здоровья? Для большинства людей ответ будет отрицательным. Флавоноиды. Сколько нужно для снижения риска рака? Около 800 мг в день. Женщины в австралийском исследовании, которые добились 75% снижения риска рака, получали в среднем 813 мг флавоноидов ежедневно. Это самый высокий уровень потребления флавоноидов, когда-либо наблюдаемый в диетическом исследовании. Для сравнения, лучшие потребители флавоноидов в аналогичном исследовании из США получали всего 518 мг в день и достигли лишь 19% снижения риска рака. Однако это были лучшие результаты в исследовании. Согласно другому общенациональному опросу, средний американец получает всего 190 мг флавоноидов в своем ежедневном рационе. Это объясняет, почему так много исследований не могут найти связь между флавоноидами и снижением риска рака. Люди просто не получают достаточное количество флавоноидов, чтобы это имело эффект. Так откуда же австралийские женщины получали свои флавоноиды? Если вы подумали, что эти женщины ели много фруктов и овощей, вы правы. Они употребляли их по 600 г ежедневно. Но что удивительно, самым большим источником флавоноидов был черный чай. Этот факт нельзя игнорировать, поскольку черный чай содержит важные флавоноиды – катехины, те флавины, которые сложно найти в других продуктах. Следующими лучшими источниками были яблоки, груши, лук, апельсины и фруктовые соки. Несомненно, было много и других хороших источников флавоноидов в рационе австралийских женщин, но авторы исследования не привели других подробностей. Для более обоснованного предположения можно обратиться к аналогичному исследованию из США, в котором выяснилось, что такие продукты с высоким содержанием флавоноидов, как черника, клубника, перцы любого цвета и красное вино, были напрямую связаны с пониженным риском рака. Как и в австралийском исследовании, апельсины, яблоки и чай также были связаны с более низким риском рака в американском исследовании. Кроме перечисленных основных продуктов, австралийские женщины ели и многие другие полезные продукты, чтобы достичь 75% снижения риска рака. В их рационе также присутствовали бобовые, овощи семейства капустных и листовая зелень, которые также являются отличными источниками флавоноидов. Эти продукты также содержат уникальные противораковые соединения, которых нет в яблоках, грушах, луке, апельсинах и черном чае. Вывод. Если вы хотите увеличить потребление флавоноидов, убедитесь, что получаете их из разнообразных продуктов, чтобы обеспечить максимальную защиту от рака. А что вы думаете по этой теме, не стесняйтесь оставить комментарии.